Девушки отдыхают Смотри, руку не зажимай и не забывай про легато. А это значит плавно. И без паузы. Правильно. Давай. Я уже освободилась. Ты еще долго? Умница. Хорошо. Сегодня я от тобой довольна, Лиза. К следующему занятию выучишь всю пьесу наизусть и разберешь сама седьмой этюд. Там не сложно. Тебя кто-нибудь встречает? Да, дедушка в холле ожидает. До свидания. До свидания. Лето так быстро пролетело. Скоро сентябрь. Ты сегодня не спешишь? Нет. Машка в лагере. Первый раз отправила. Волнуюсь. Не думаю без нее так тоскливо. Понимаю. А мне бежать надо. У свекрови день рождения. Большой праздник. Да, Андрей? Ну, заедь, если можешь. Так будет быстрее. Хорошо. Да, пять минут. Ну да, цветы купим по дороге. Не представляешь, как непросто жить со свекровью. Ну, все ей не так. Не так стираю. Не так глажу. Не так варю. Я даже не знаю, что я делаю так. Знаешь, я даже иногда жалею, что продала свою квартиру. И мы съехали с матерью Андрея. Зато у вас просторно. На работу себе добираться удобно. Тебе же нравилось? Да мне и сейчас нравится. Конечно, хочется жить отдельно, но... Андрей единственный сын, и он не может допустить, чтобы мама жила одна. У нее сердце, давление. Конечно, я его понимаю. Тамара Михайловна, пожилой человек. Но все равно... Тяжело. Мы из-за нее часто стали ссориться. Мне даже кажется, что Андрей как-то отдалился от меня. Ладно. Пойдем. Вивальди, Чайковский, Шуман, камерный оркестр, солист-лауреат международных конкурсов, Игорь Смельянский. Скрипка. Ну, надо же, Игорь Смельянский пожаловал в нашу филармонию. Нужно было сходить. Ты его знаешь? Да, учились вместе в консерватории. Игорь. Из семьи потомственных музыкантов. Очень талантлив он был. И, как видишь, преуспел. Слышала, он постоянно за границей живет. Концерты по всему миру дает. Молодец. Ну, что девочки? Всех выучили? По домам. По домам, тетя Вер. До завтра. До завтра. До свидания. Игорь. Игорь за мной ухаживал. Забызвал. Но у меня мама болела. Значит, не судьба. Игорь Смельянский пожаловал. Там же девчонки. Постой, Инн. Поехали с нами. Ты же никуда не спешишь. Андрюш, ты не против? Да. Нет, Катюш, это неудобно. У вас семейный праздник. Я лучше дам. Ну, и что, что семейный праздник? Тамара Михайловна будет только рада. Да ей всегда нравилась. Инн, соглашайся. Нет, Катюш, у меня подарка нет. Ерунда. Это все дождь начинается. Не нужен никакой подарок. Мама, может, раз звонила и уже ждет. Давайте скорее в машину. Пойдем. Долго обсуждаем. Пойдем. Пойдем. Черт. Я опять очки забыл. А как же ты поедешь? Да доеду как-то. Не первый раз. Не знаю, понравится ли Тамаре Михайловне духе, но в магазине сказали аромат для зрелых женщин. Запах очень приятный. Понравится. Ой, слушай, Андрюш, я за цветами быстро сбегаю. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен букет. Для женщины, для мужчины? Для свекрови. Надо же. Не часто невестки покупают букеты для свекрови. Такой? Да, давайте такой. У вас, наверное, хорошие с ней отношения. Повезло вам. А мне такая вредная попалась. Все и не так. Ну, а муж хороший. Угу. Ну, вот и любите его. Да. Ну, что ты там в углу забилась? Андрей, я так больше не могу. Чувствую себя последней сволочью. Мы лучше с Машкой куда-то уедем. Правда. Я не хочу рушить вашу с Катей жизнь. Прекрати. Я никуда тебя не отпущу. Даже не мечтай. Я поговорю с Катей. А дальше что? Как я буду ей в глаза смотреть? Такое не прощают, Андрей. Мы с тобой заигрались. Заигрались? Я очень люблю тебя, Ян. Нет никакой игры. Замечка. Держи. Давайте. Красивые цветы, правда? Угу. Это все неправильно. Не нужно было мне ехать с вами. Нужно? Развеешься немного. Чего дома одну сидеть? И я хоть один вечер без упреков побуду. Поехали. Мой фирменный. Андрюша любит. Мамуль, это мой самый любимый салат. Главное, будь здорова. Да, здоровья вам, Тамара Михайловна. Здоровье мне и прям не помешает. Я ведь одна все тяну. И магазин, и готовка в моем-то возрасте. Мамуль, ну что ты опять? Какой у тебя возраст? Вон английская королева, девяносто лет. Вот это возраст. Но она еще, уго-го, на лошади скачет. Да, сынок. Мне только лошади не хватает. Инночка, вы не стесняйтесь. Вот рыбка, салатик. Целый день у плиты стояла. Спасибо. Все очень вкусно. Я вас давно не видела, Инночка. Расскажите, как живете? Да как? Живу. Работа, Машкина школа, уроки. А на личном кронте? Ой, вы извините, что интересуюсь. Вы такая молодая, интересная. Неужели мужчины не замечают этого? Горячее подавать, Тамара Михайловна. Я сама. Ин, не обращай внимания. Извините. Да, алло. Да, я Маша на маму. А что случилось? Сколько? А что, врач говорит? Да, я поняла. Успокойте ее, пожалуйста. А я скоро приеду. Конечно, я уже выезжаю. Что случилось? Из лагеря звонили. Машка заболела. У нее высокая температура. Плачет, меня зовет. Мне нужно ехать. Прошу отведать мое первенное блюдо. Утка с яблоками. Мамуль, сейчас, подожди секундочку. А как же ты доберешься? Это далеко? Тридцать километров? Я доберусь как-нибудь. Андрей, может ты подвезешь? Где она сейчас машину найдет, чтобы за город? Да, конечно, я ей хотел предложить. А, а лодка? Мамульчик, все было очень вкусно. Прости, пожалуйста. Надо ехать у меня дочкой с Афалией. И торт шоколадный. Потом. Прости. Я буду ждать в машине. Ин, ну ты не волнуйся. Дети без болезни не растут. Ты, когда приедешь, заберешь Машу, позвони мне. Конечно. Да? Все. Простите меня. До свидания. Спасибо. За прекрасный день рождения. И откуда тебе вообще знать, как дети растут? Еще долго? Я не понимаю, где мы едем. Девятнадцать минут еще по навигатору. Ин, да не переживай ты так. Ну, Маша там не одна. Она сейчас тебя увидит, начнет о Кате расспрашивать. Знаешь, как она ее называет? Фея Крестная. Я тебя очень люблю. И я тебя люблю. Но это неправильно. Твоя жена, она моя лучшая подруга. Она, она Крестная моей дочери. Ин, послушай. Мне самому жутко надоело каждый день врать и выкручиваться. Вот где уже. Это наш семейный сервиз. Так что вытирай насухо и только затем складывай. Угу. Скажите, Тамара Михайловна, я вам совсем не нравлюсь? Мы с Андреем женаты больше семи лет. Вы за этот период мне ни разу доброго слова не сказали. Не такую жену вы хотели своему сыну, да? Любая мать хочет для своего ребенка лучшего. А я, значит, не лучшая. Плохая хозяйка, плохая жена. Родить не могу, да? Ну, ты и сама все понимаешь. Андрей не звонил? Нет. Кстати. Духи, что ты подарила, очень приторные. Если тебе нравится, пользуйся. Или передари кому-нибудь. Ты извини, конечно. Но я за правду. Да, Машин. Да, я уже еду. Потерпи немножко. Я очень скоро буду и заберу тебя. Да, моя хорошая, домой поедем. Все. Давай, целую тебя. Ну как, она лучше? Да, температура немного спала. Врач говорит, ангина. Ничего, прорвемся. Я еще в детстве из ангина вылезал. Все время с замутанным горлом ходил. Что? Не веришь? Верю. Просто представила тебя маленьким мальчиком с теплым шарфом на шее. Да. Я был милым. Аппарат абонентов в ключах или находятся в центре. Аппарат абонентов в ключах или находятся в центре. Аппарат абонентов в ключах или находятся в центре. Ничего не понимаю. Аппарат абонентов в ключах или находятся в центре. Как любой. Мингс харьков. Рière. Слышно,¿ вы не знаете, что происходит? Я не знаю. Звоню. Сначала трубку не брала. А теперь связи нет. А подруга твоя, он же с ней уехал. Звони ей. Уже. Абонент временно недоступен. И ты так спокойна? Прослала мужа неизвестно куда. Его всю ночь нет. А она себе кофе пьёт. Ну надо же что-то делать. Что? Что? Слушаю. Да, Смолина. Кто это? Извините, я не понимаю, что произошло? Он жив? А девушка? Говорите адрес, я приеду. Поняла? С кем? С кем ты говорила? Кто жив? Катерина! Андрей и Ивна попали в аварию. Сейчас в больнице. Звонил врач? Сыночка, я еду с тобой. Тамара Михайловна нет. Вы остаётесь. Я перезвоню. Я чувствовала. Извините, где я могу узнать о состоянии мужа Андрея Смолина? Он поступил в вашу больницу после ДТП. Мне звонил врач, но я не помню его фамилии. Вы идите в ординаторскую, там всё скажут. Вот здесь. Спасибо. Можно? Я Смолина. Это же вы мне звонили? Я хотела бы узнать, как мой муж. Присаживайтесь. Мне очень тяжело говорить, но ваш муж умер, не приходя в сознание. Травмы были несовместимы с жизнью. Мы, к сожалению, ничего не могли сделать. Примите его и завалясь на веру. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. С вами случился обморок. Посидите. Голова не кружится? Нет, уже нормально. А Инна? Инна Кравченко? Да. Кравченко в реанимации. Её уже прооперировали. Состояние тяжёлое. Травма головы, множественные травмы внутренних органов и костей, но... Надежда есть. Она вам родственница? Нет. Подруга. Вы не могли бы оставить координаты её близких? Ей понадобятся определённые препараты. У неё никого нет. Кроме маленькой точки. Я куплю всё, что нужно. Хорошо. Ещё раз примите мои соболезования. А я могу увидеть Андрея. Его тело в морге на вскрытии. А зачем вскрытие? Так положено. Кравченко, если хотите, я вас могу проводить. Она в сознании, ну, буквально на пару минут. Пойдём. А FLUTE Пять минут, не больше. Молчи. Ничего не говори. Гляд, ты обязательно поправишься. Слышишь? Обязательно. Прости. Не надо. Ты ни в чем не виновата, Инночка. Андрей. Все будет хорошо. Собери Машку. Она в лагере, солнышко. Конечно. Не волнуйся. Маша будет у меня, пока ты не выстроишь. Я обещаю. Это мое наказание. Тебя не за что наказывать, Инна. Поправляйся. Я еще приду. Я ищу. Поправляю. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, ты видела Андрея, как он? Анна, ты почему трубку не брала? Катя, Катя, почему ты молчишь? Что с Андреем? Тамара Михайловна, Андрея больше нет. Что значит нет? Что ты несешь? Как? Андрей умер. Как такое может быть? А как же мне жить? Ради кого? Ради чего? Тамара Михайловна. Это ты его убила. Ты послала его в ночь. В эту тьму. Тебе нет прощения. Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я это… Я все равно ненавижу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мама заболела и просила меня от тебя забрать Как ты себя чувствуешь? Хорошо, только горло на меня болит Здесь врач написал, что давать девочке Конечно, вы можете вызвать участкового Спасибо Ну что, Машенька, поедем? Нас машина ждет А мы к маме поедем Что у нее болит? Мы сначала поедем ко мне А попозже к маме Попрощайся До свидания До свидания, Машенька Не болей До свидания До свидания А у тебя дружки? Нету Ну, можно купить Сходим с тобой купим Раздевайся А я и буду спать Со мной в спальне Мы сейчас с тобой температуру померяем Я тебя покормлю, я не дам рекорд А кто здесь еще живет? Самара Михайловна Что здесь происходит? Чей это ребенок? Это Инна, дочка Моя крестница Я должна была ее забрать Пока Инна в больнице Машуль, пойдем в спальню Это твоя комната Я здесь пока буду жить Посиди, я скоро приду Инна в реанимации Я не могла сказать девочке Да она и не поймет Значит Инна выжила А Андрюша нет Разве это справедливо? Молчишь Забери отсюда этого ребенка Я не могу и не хочу ее видеть А чем девочка виновата? Тем, что она чуть матери не лишилась Я лишилась собственного сына Ты это понимаешь? Или для тебя это пустой звук? Я сообщила на работу Андрея Они помогут с похоронами Положишь меня вместе С ним Я долго на этом свете Не задержусь Никто никогда не знает Когда я учусь Все время думаю Если бы ты не привела в дом К нам свою подругу Андрюша бы никуда не поехал Он бы был жив Он бы улыбался Сидел бы сейчас с нами за столом А теперь вместо него будет сидеть чужой ребенок Не его Совсем чужой Я очень хотела родить Правда Андрюша тоже очень хотел Он мне говорил Он любил тебя Он вас тоже очень сильно любил Вы для него были самым главным человеком Как и он для вас Теперь смысл жизни потеря Надо искать новую Зачем? Чтобы как-нибудь жить дальше Я не хочу Я не хочу Я не смогу из себя Очень тяжело говорить Просто невозможно поверить в то Что мы больше никогда не увидим Нашего коллегу Андрея Смолина Какая жуткая и нелепая смерть Андрей был потрясающим человеком Настоящим другом Отличным программистом Нам всем будет его Очень не хватать Пусть земля ему будет пухом Держись 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 Дядя Андрей теперь будет жить на небе. Мы его провожали. Жалко. Он меня на машине катал, а потом мороженое купил. Он хороший. Да, он хороший. У тебя горло уже не болит? А мы пойдем сегодня к нами? Да, пойдем, милая. Обязательно пойдем. Маша. Машенька, иди ко мне. Иди, не бойся. Солнышко мое. Хорошее мое. Наклонись, я тебя поцелую. Ты уже поправилась, моя хорошая. Дядю Катю слушаешься? Да, она у тебя умница. Скоро в школу пойдем. Будем учиться на отлично. Да, Машулья? Ты как? Ток почему-то не чувствую. Как будто нет их. А врач что говорит? Что я в рубашке родилась. Катя, я тебе так благодарна. За Машку, за все. Врач сказал, ты мне лекарства купила. Палату отдельно оплатила. Там, там в шкафу мои вещи. В сумке ключей от квартиры. Возьми Машкина, что нужны ей деньги. Они в конверте в левом ящике тумбы. Если мало, продай шубу. Она дорогая. Колечки, цепочки золотые. Все, что можешь, продай. Они в шкатулке коричневой на зеркале. Ты, пожалуйста, перестань. Я тебя прошу. Машины вещи я заберу. А деньги у меня пока есть. Сочтемся. Мамочка, тебе больно? Тетя Катя тоже сегодня ночью плакала. У нее дядя Андрей умер. Катя. Да, Инна. Андрея уже похоронили. Катя. Катя, Господи. Я не хотела тебе говорить. Что происходит? Что за слезы? А ну, девушки, давайте, когда мой больной, категорически нельзя волноваться. Давайте, давайте, давайте. Да. Я не хочу. Я с мамой буду. Сама уходи. Машуль, ты же мне обещала. Попрощайся с мамой и пойдем. Иди. Иди, моя хорошая. Иди. Иди с крестной. Иди с мамой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почему здесь, Андрюшина, очки? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Екатерина Смолина. Из полиции. Какие вещи? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я могу. Угу, я запомнила. Могу сегодня, если вам не поздно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, а где двенадцатый? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо. Да, да. Можно? Я Смолина. А, да, это я вам звонил. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Здесь вещи, которые были у вашего мужа в момент ДТП. Проверьте, пожалуйста. И распишитесь вот здесь. Машина вашего мужа на штрафплощадке, но она в таком состоянии, что вряд ли подлежит восстановлению. Металлолома. Спасибо. Я могу идти? Да. Прините мои соболезнования. Спи, ты должна спать. Ты же настоящая спящая красавица. Тебе не говорили, что чужие вещи нельзя брать без спроса. Бабушка, почему ты такая злая? Ты что, баба-яга? Какая я тебе бабушка? Не смей меня так называть. Иди к себе и жди Катю. Где она только ходит? По делам. У взрослых всегда много разных дел. Моя мама мне тоже всегда говорит, все, пока я пошла по делам, скоро приду. Вот и тудя Катя скоро придет. А я вижу, ты очень умная. Не по годам. Да, я умею читать, писать. А хочешь, я тебя почитаю? У тебя сказки есть? Нету. Хорошо. Тогда я тебе расскажу. Слушай, я много сказок знаю. Жила-была добрая фея. А ты вообще знаешь, кто такая фея? Это тетя, которая творит чудеса. Вот она... Я бы тоже хотела быть феей. А ты? Извините, я немного задержалась. Я же говорила, поделает свои дела и придет. Чем вы тут занимались? Вели интеллектуальные беседы о добрых феях. Было очень занимательно. Тебя Тамара Михайловна кормила? Нет. Я сама пила молоко с печеньем. А что, не нельзя было? Ну, конечно, можно. Бабушка сказала, что нельзя про чужие вещи. Иди к нам. Какой же может быть кот? Еще две попытки, а если день рождения, а если день рождения и его мама? Ох. Андрюша, я скучаю. Любимая, могу ворваться в обед, давай на нашем месте уже лечу. Инка, я даже вчера забыла у тебя свои очки. Посмотри, есть. В субботу ты над сможешь. Люблю тебя. Я завтра поговорю с Катей о разводе. Какая же я дура. Какая же я дура. Что ты наделала? Это же его чашка. Это же память. Он же пил из этой чашки. Он держал ее в руках. Я склею. Нет. Склеить невозможно. Это Андрея вернуть невозможно. Он самый лучший. Да. Самый лучший. Дぶет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама, мамочка, мне страшно. Не уходи больше. Хорошо? Я буду рядом. Спи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА